Я потеряла сына. Я столкнулась с такой несправедливостью. За убийство моего сына дали 120 часов обязательных работ. Я была поражена таким вынесением приговора в нашем городе Саранске, Республика Мордовия. Я обращалась в Мордовию во все инстанции и все-таки была вынуждена обратиться в Москву в надежде, что меня здесь поддержат. Я обратилась в антикоррупционную общественную приемную, где меня выслушали и сразу пригласили приехать. Когда я приехала и показала все свидетельские доказательства того, что преступление было спланировано группой лиц, а под следствием находился только лишь один, они были всему этому поражены. Сегодня у меня было на руках видеонаблюдение, как происходила подготовка и убийство моего сына, как заметали святые преступления. Суд длился в течение двух с половиной лет. Я уже не надеялась на то, что в наших судах какая-то справедливость есть вообще-то. Потому что я обращалась в прокуратуру России. Вновь были письма отправлены в нашу Мордовию. И только одни ответы. Ждите. Я обращалась к президенту, к Медведю. Реакции никакой. А еще когда я приходила в приемную, мне сказали, что с такими делами. Наш президент не занимается. Идите на прием к чайке. Я опять вернулась в антикоррупционную общественную приемную. Изложила всю мою боль, всю ситуацию. И я от них получила реальную помощь. Я хочу выразить благодарность адвокату Архиву Евгению Сергеевичу. Мое материнское огромное спасибо за поддержку. И все равно в итоге был осужден. Суд был пересмотрен. И осудили только одного убийцу. И дали ему реальный срок 6 лет. На следственном эксперименте. Хочу сказать, что следственный эксперимент ранее даже и не проводился. Но потом в дальнейшем убийца моего сына рассказал, как он применял приемы дзюдо. Как он ввел об стены, как он его швырял. Ему дали всего лишь 6 лет. Остальные были как свидетели. Я написала в прокуратуру, чтобы провели вновь расследование. Так как я читаю, что в убийстве моего сына группа лиц, сговор, подготовка. Вот сын и не там. В прокуратуре я была в апреле месяце. Но ни ответа, ни привета. Я вижу, что коррупция не только в судах. Я столкнулась и вижу, что пирамида коррупции начинается со следственных органов. Которые на моем горе я видела, как не заводили изначально уголовное дело. Заметали все следы. И мне, как матери, было тяжело расследовать это уголовное дело. Я сама по крупицам собирала все свидетельские доказательства. Хотя было явное доказательство. Это видеонаблюдение. На что следователи и прокуратура не обращали внимания. Спасибо. Спасибо.